Продолжение следует... 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 А мы сейчас с вами вновь движемся по улице Карла Маркса И уже в скором времени окажемся рядом с памятником архитектуры 20-го столетия Начало 20-го столетия 1903 год Постройки нашего католического костела Немножко мы сейчас с вами буквально выйдем, чтобы посмотреть на него не закон автобуса А воочию увидеть наш католический костел, выполненный в готическом стиле Так, я надеюсь, решеточка здесь у нас, калетка будет открыта На данной улице В скором времени с правой стороны Вот, сейчас будем проезжать с вами красивое здание Лепнины на фасаде Сейчас здесь располагается наше управление образования и культуры А раньше здесь была аптека провизора Лана И вот это вот такая лепнина в маркетинговый ход Провизора для привлечения посетителей Но очень интересное здание Также с правой стороны мы видим с вами памятник Тоже необычно в виде медали На котором изображен флотоводец, который не проиграл ни одного сражения на воде Федор Федорович Ушаков Также связан с нашей Тамбовской землей После выхода в отставку он отправился в свое имение Деревня Александровка Темниковский уезд Сейчас это республика Мордовия А раньше Темниковский уезд входил в территорию нашего Тамбовской губернии И поэтому Ушаков также считается, что наш Тамбовчанин Господи, дорогие, немножко сейчас организационный вопрос По поводу дворца внутренних дел Тамбовской области А раньше здесь находилось духовное Серафимовское училище Где обучались девочки-священнослужители И сквер, который мы с вами проезжаем Раньше именовалась Варваринская площадь Потому что здесь находилась одна из самых красивых наших церквей города Варваринская О чем напоминает нам вот этот вот памятный крест Хотели восстановить данную церковь Но пока что что-то больше инициативы не проявляет Хотя у нас администрация города и епархия очень хорошо Друг с другом сотрудничают Многие исторические здания, которые раньше принадлежали нашей епархии Вновь администрация возвращает им Ну и также вы увидите очень много православных объектов у нас В втором времени прибываем к нашему дворцу Осевых Находится он на высоком берегу нашей реки ЦНА Необыкновенный вид будет у нас сейчас открываться на Тамбовское море А с правой стороны мы проезжаем с вами памятник Который установлен медицинским сестрам в годы Великой Отечественной войны И рядом располагается филиал Крыльевского музея Музей медицины И дальше с правой стороны идет комплекс нашей Второй городской больницы имени архиепископа Луки И первый памятник, который был установлен у нас в Тамбове Данному святительу находится именно здесь Вот сейчас мы его с вами с правой стороны и проезжаем А до революции с двух сторон были лишь только усадьбы С правой стороны усадьба купца Лукьяненко А с левой стороны... А с левой стороны... Да, 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 гости дорогие, знаете, иногда вот у меня будет такой курьезный случай Знали реку нашу ЦНА Именно здесь располагаются официальные наши городские пляжи Набережная у нас здесь заканчивается Начинается она на территории Спасо-Преображенского кафедрального собора Мы сегодня там с вами побываем, увидим, где начинается именно наша набережная А длина нашей пешеходной улицы около трех километров Так, ну что, гости дорогие? Рыж diese кафедре Это было очень важно, чтобы было приготавливать и в городе, но, наконец, в зиму, в золотом панце, гости, родственниках, где можно было выходить и говорить приветственные слова. А походы были разные, слышимость тоже была разная. И что-то время на приготавливаться было для того, чтобы не было особенной построечи старого кода. Говорили, что нет у нас лестницы пожарной машины, которая поднималась выше 16-го этажа. Обратите внимание слева, вы видите сейчас памятник, такое разорванное кольцо, из которых вылетают голуби. Это сотрудники управления внутренних дел и поставили своим погибшим коллегам, которые не вернулись из-за горячих точек. Это Афган, это Чечня. И вот так увековичили память сотрудников наших тамбовчан. А так как вы можете увидеть, город у нас благоустроен, наша администрация очень хорошо заботится, чтобы город был чистый, приятный, и радовал глаз не только нас, жителей, но и гостей города. Поэтому тамбовчан уже повторяюсь в любое время года. Рада вас приветствовать. Мы привлекательны в любое время года. И знаете, вот многие гости приезжают к нам со скептическим таким мнением. Чечерин, вот мы его сейчас с вами проезжаем. Это был их летний дом. Георгий Васильевич Чечерин, Борис Николаевич Чечерин, один из, не один, а первый, где с современным языком говорит министр иностранных дел. Все они в свое время проживали здесь. И была у них большая дворянская усадьба, которая располагалась в Бенджаминском районе. Деревня Караул там находилась. Сейчас в этой деревне строят огромный лагерь Олимпийского резерва. Обещают нам в этом году открыть двери в данный лагерь. И рядом восстанавливают как раз усадьбу Чечерина в карауле. Но восстанавливают ее так же, как и наш Тамбов концерт. Поэтому, надеясь, караул восстановят. И будет еще одна из возможностей посетить другую часть нашей Тамбовской области. Необыкновенные просторы, необыкновенные виды открываются, если вы приедете в караул. Это наш Инджавинский район, называемый его наша Тамбовская Швейцария. А я вам еще обещала рассказать, где проходил защитный ров нашего города Тамбова. Вчера мы с вами увидели эту улицу Карла Маркса, сквера Патруба. А второй ров проходил вот с левой стороны, где сейчас сквер располагается, растут деревья. Именно здесь и проходил защитный ров. И заканчивался он вот где елочка наша стоит. И направо уходил второй защитный ров. Вот такая вот была граница старого Тамбова нашего крепости военной. А засыпан он был не так уж давно, всего лишь сто лет назад. Полностью он был засыпан. И разбили здесь вот такой вот парк. Это здание принадлежало по земельному и земельному банку. Но после революции, как и многие здания, были национализированы. Очень долгое время оно пустовало. А вот сейчас в нем расположилось управление нашего одного из ведущих Тамбовских государственных университетов. Кстати, вот именно для Умень-Дешевина у нас очень много направлений обучения. И медицинская кафедра уже 12 лет работает, обучает. И военную кафедру открыли не очень так давно, буквально года 2-3 назад. И актерскому мастерству тоже можно обучиться у нас. Ну и также разные точные направления. И физико-математические, и институты, и экономические, и исторические. Все-все-все представляет наш Державинский университет. А мы едем с вами в гипермаркет «Линия», который тоже уже считается у нас частью истории. Потому что это самый первый гипермаркет, который открылся у нас в Тамбове. Ну а для нас это было в новиночку. И каждый, как только открыли двери, приходил сюда не просто хотя бы закупиться. Но для нас это было что-то необычное. Мы даже ходили посмотреть. Такой большой-большой магазин в Тамбове открылся. Были водная или конюшная. Потому что, ну, водная вокруг города здесь была дорога. А конюшная, потому что чуточку подальше находится наш Тамбовский ипподром. И сейчас мы выезжаем с вами на улицу Октябрьская. Раньше эта улица называлась Липецкая, так как дорога вела на Липецк. И в какое-то время улица называлась Знаменская. Потому что здесь находилась церковь знамения, которая, к сожалению, не сохранилась. С правой стороны проезжаем территорию нашей Тамбовской кондитерской фабрики. Так, вот именно здесь и готовят наши вкусные, привкусные конфетки. По желанию, по предварительной записи можно посетить и музей шоколадный. При фабрике, где проведут вас по цехам и разрешат покушать только-только приготовленные конфеты, пряники и вафли. Они еще теплые, такие необыкновенно вкусные. Но, знаете, начинают они с более такой простенькой продукции, когда уже доходят до самых-самых шоколадных вкусных конфет. Уже не хочется их много кушать, потому что без чая, без воды это, конечно, тяжело тоже покушать. Обратите внимание, с левой стороны проезжаем с вами здание. Я чуточку попозже про него расскажу. Интересная, курьезная история у нас связана была с ним. С правой стороны проезжаем территорию нашего центрального рынка. Изначально улица, которая идет перпендикулярно к улице Октябрьска, в сторону рынка называлась Базарная, потому что именно здесь находился наш первый сельскохозяйственный, ну а уже впоследствии центральный рынок. С правой стороны проезжаем мы с вами сейчас, здесь располагается павоварня, ресторан Берлокова, а располагается оно в историческом здании. Здесь проживал один из наших тамбурских купцов. Ну а потом, уже как много раз повторяюсь, здание было нациализировано, в советские годы здесь находился наш хлебозавод, который потом разорился, его выкупали и открыли здесь место такое вот, другое совсем предназначение, заведение. Мы очень внутри интересный интерьер, сохранили старые стены и вот подладили под наши, как бы в современном виде сейчас делают интерьеры. С правой стороны мы с вами проезжаем еще одну из хороших гостиниц нашего города, это гостиница театральная. Раньше она была, наоборот я вам скажу, в взаимосвязи с тамбур концертом, а теперь это два разных помещения. То есть гостиница театральная, у нее свой хозяин. С правой стороны трехэтажное каменное здание, бывшее здание присутственных мест. Кстати, самое первое трехэтажное каменное здание в нашем городе. Ну и сейчас это здание выполняет практически ту же самую функцию, много здесь разнообразных конторов и банк здесь наш тамбовский, тамбов-кредит-пробанк располагается. И, кстати, очень многие здания современные, но которые исторические, несут функцию изначальной постройки. То есть, если у нас была духовная семинария, там сейчас один из факультетов нашего технического университета. Если были присутственные места, значит и здесь сейчас очень много разнообразных контор. Снова выезжаем на улицу Советской. С правой стороны вам открывается вид на наш гостиный двор. Построен гостиный двор был по разрешению Николая Первого. На средство 12 купцов. И ту территорию, которую они построили, они потом просто между собой разделили. Когда бывают у меня детские экскурсии, я всегда ребяткам задаю вопрос, сколько же здесь вы суммаете колонн? Господорогие, вы как думаете, сколько же колонн у нашего гостиного двора? Ну, 52 колонны наш гостиный двор имеет. Почему знаю точное количество колонн? Потому что проспорила один раз и лично их считала. Теперь точно количество знаю. Я думала, что было 40 колонн, но оказалось 52. Вот мы с вами и пленки. А Петерин был настолько добрым, простым человеком, что после обычных бесед, люди сами проходили и хотели... Хотя до этого у нас в основном жила языческая мартва. И вот именно почему он покровитель земли Тамбовской, потому что именно при нем и началось распространение православия на нашей Тамбовской земле. А укреплял он ее за счет чего? За счет строительства цирк и монастырей. И многие православные объекты, которые закончились в нашем мире, я вам тоже сегодня покажу. Здесь у нас есть лучший бюро, где находится Мирский монастырь, который, кстати, был основан в том, что в Катерине. Это второй колодец. А третий был он только в себе один слой, а мы все же были, и в Катерине, и в Катерине, и в Катерине. Данная числа, на которую мы с вами увидим, изначально была построена в 1914 году, когда мы праздновали канонизацию Штуба. В 30-е годы 20-е столетия она была разобрана и вновь восстановлена в своем историческом облике в 2014 году. Высота ее 12 метров. Мы пытались также господинвести вот эту ювелирную копку. Но что самое интересное, изначально под часовню был внизу, и к нему вела такая красивая белая мраморная лестница. А как вы считаете, почему сейчас ювелирный подняли на более высокий этаж? Западная улучшилась. А еще какие версии есть? Вот, да, если по логике дойти, то, что очень много людей посещает данную местность, и очень много людей с заграничными возможностями, чтобы проход был доступен всем, вот, приняли такое решение. А теперь я попрошу вас, в районе с вами. Красиво, прошу прощения, церковь, которая относится к территории Вознесенского женского монастыря. Монастырь действующий. Данную церковь у нас осветили во имя Вознесения Господня. И построена она была в 2014 году. Многие начинают спорить, на какой храм она похожа. Воскресе Блаженово. Да, ну вот, москвичи приезжают, говорят, Василия Блаженова. Из Питера приезжают. Да, храм спас на крови. Но строился он не по какому. По подобию просто. Элементы напоминают одну или другую архитектурную постройку. Но это одни из самых знаменитых. Все видели данные церкви. А кто из других городов приезжает, называет свой храм. То есть, никакого подобия не строится. Это наша универтальная такая церковь. А сам Вознесенский женский монастырь был у нас открыт и создан в конце 17 века на келейной деньги святителя Петерима. И первой настоятельницей его, данного монастыря, была его родная сестра Екатерина. Как уже повторяю, сейчас монастырь действующий. И то, что на количество монахинь, которые населяют его, я сказать не могу, потому что много групп приходят. И это один из самых первых вопросов насущных. И набравшись храбрости, подхожу я в один из дней таких туристических к монахине, задаю ей вопрос, сколько же вас населяет, на что она меня спрашивает, а вам это зачем? Ну, я все объясняю. Она говорит, это ваше просто любопытство. И точно количество не говорят. Но мы идем другим способом. Когда находимся на службе утренней, идет молебен о здравии, вначале, конечно же, перечисляют насельниц монастыря. Вот так вот мы загибаем пальчики. И получается у нас около 25 насельниц монастырь данный населяют. Чем оно уникально? То, что имеет три парадных выхода, и все выходы расположены на трех разных улицах. Улица Советская. Мы с вами находимся на улице Московской. И по диагонали уходит улица Мичуринская. То есть вот по диагонали как раз мы видим с вами на противоположной стороне это красивое двухэтажное кирпичное здание. И сразу, когда повернем, с правой стороны увидим еще один памятник монумента танк Тамбовский колхозник. На пьедестале находится настоящий действующий танк Т-34, который прошел свой славный боевой путь и имеет возможность теперь находиться на таком почетном месте. А почему Тамбовский колхозник? Ведь впервые в России в ноябре месяце 42-го года именно колхозники Тамбова, село Избердей, сейчас это Петровский район, колхозно-добровольный выступает с инициативой по сбору средств на строительство танковой колонны. И инициатива приобрела такой заразительный характер, что буквально за две недели собрали около 4 миллионов рублей. Деньги ушли на закупку как раз танков, боевых самолетов, эскадрильей и конечно же вот именно танки были названы колонны Тамбовских колхозников. То есть мы собрали средства, а у нас их не строили. То есть многие думают, что именно у нас. Нет, мы являемся инициаторами сбора денежных средств на разные нужды фронта. А так за все годы войны тамбовчанами было собрано около 250 миллионов рублей в помощь фронту. Это не считая индивидуальных подарков для солдат. Вот с правой стороны мы с вами сейчас проезжаем. то есть мы сейчас находимся на самой границе нашего города крепости Тамбов. То есть вот так вот прямо будем проезжать. С правой стороны наш главный стадион Спартак, под ним протекает река Студенец. И с левой стороны построили у нас недавно такой модный современный торгово-развлекательный центр Студенец. Так же он называется Студенец. Кстати когда узнали что будут возводить данный центр были суды противились но все-таки построили. Мы сейчас с вами проезжаем так же через небольшой мостик первый каменный мост построенный при управлении Гаврила Романович Державина в Тамбове. И с правой стороны будем видеть сейчас с вами такую небольшую церковь Лазаря четверодневного а раньше здесь находилась богательня купцов прошу прощения богательня Носова и каждый приходивший сюда бездомный человек имел чистую постель была баня на берегу реки Студенец и обед который состоял из 8 блюд в этих 8 блюдах должно было содержаться 400 грамм мяса и 800 грамм хлеба я думаю такой довольно сытый обед мы с вами пока уже думаю большинство из нас нагуляло аппетит с левой стороны историческое здание двухэтажный красного крепича наша Нарышкинская читальня построена в конце 19 века было самое современное здание того времени сейчас здесь располагается картина галерея справа двухэтажное желтое здание бывшая мужская гимназия с левой стороны где располагается факультет державенский изначально здесь находился Александрийский институт благородных девиц учебное заведение было закрыто вот типа девочки там и обучались и проживали и домовая церковь все это у них было с левой стороны двухэтажное здание в стиле модерн наш музыкально-педагогический институт имени Сергея Васильевича Рахманинова названа в честь композитора потому что сам он приезжал инспектировал данное музыкальное заведение и благодаря тому что Рахманин дал очень хорошие положительные отзывы о нем оно и устояло на ногах и теперь имеет право называться в честь композитора гости дорогие мы сейчас с вами будем выходить субтитры и субтитры и субтитры и субтитры субтитры и за каким дверь нет смотри какие Сам музей был у нас, первая часть дома открыта как музей В 2017 году, 14 октября, мы торжественно открыли и был освещен данный памятник Второй части очень сложно было дома выкупать, потому что собственники, узнав, что идет выпук, да А часть города очень такая хорошая, они в себе очень много приписали Вечный огонь, а, прям вечный огонь Оригинальный, да? Понятно Продолжение следует... Продолжение следует...